сегодня вернемся к одному из наших героев который пришел к нам практически в начале ты делал или делаешь кухню для блогера ну симпатичненько вроде вроде нормально до 10 лет он занимается этим делом сейчас немножко меньше стало заказывать чек немножко даже уменьшился если даже ты мне не продал коксов почему ты считаешь что твой сотрудник продал наживку бросаем такую рыбку и вытаскивать и вечно будет так вот на подходе хватает ровно ровно чтобы нажить меня 100 тысяч гривен напряжет почему-то твешь 10 раз за три года твоя цель и скидок не должен был номер один по кухне все на этом будем завершать всем привет друзья вы пытаетесь в книгах найти ответы на все вопросы многие кстати пытаются находят всегда все только собственным опытом собственными стараниями и конечно же провалами а сегодня у нас интересно будет выпуск потому что мы сегодня вернемся к одному из наших героев который пришел к нам практически в начале весной и конечно же к мужчине наверняка вы помните антона с которым последний раз по моему мы сергеем встречались пару месяцев назад который занимается у нас мебелью он проектирует кухни по индивидуальному заказу и как вы помните у нас даже были некоторые конфликты потому что мы давали антону задание он выполнял их как-то по-своему и конечно мне сегодня очень интересно отправиться с ним на встречу он немножечко боится потому что последний раз мы так достаточно ну по крайней мере сергей агрессивненько так на него набросился но я планирую быть мягкой потому что вы первых интересно посмотреть что он сделал а во вторых уже общаясь с вами больше с большим количеством я понимаю что у каждого есть какой-то свой темпа ритм в котором вам удобно и поэтому вы не должны сильно расстраиваться если вы не можете также динамично например действовать как я или как кто-то другой это в принципе нормально самое главное это то чтобы каждый день вы старались хотя бы чуточку продвигаться и делать что-то больше поэтому сегодня будет очень интересно что произошло в жизни в частности в бизнесе антона за эти два месяца но это еще не все потому что мы сегодня отправимся в гости к человеку который как я думаю антону будет очень полезен его зовут кирилл куницкий кирилл занимается тем что у него большая сообразовательная такая платформа бы сказала бизнес конструктор он обучает систематизации бизнеса и вообще разным всяким прикольным штукам у него достаточно серьезный опыт за плечами в бизнесе сегодня в компании работает порядка ста человек и в общем то мне нравится то что он делает хотя безусловно делает это в своей манере и как мужчина наверное не так эмоционально экспрессивно как я поэтому я думаю что сегодняшняя наша встреча будет антону очень интересно и полезно чтобы получить еще взгляд со стороны взгляд кирилла ну и вообще посмотреть немножечко на то как работают другие компании нам это с вами тоже всегда интересно поэтому не буду сильно долго болтать поехали будем смотреть на антона знакомиться с кириллом в общем поехали мы сегодня по многочисленным просьбам наконец-то начать показывать как же дела у наших героев которые давно к нам пришли сегодня к нам вернулся антон и сегодня просто вернулся антона мы сегодня пришли с ним вместе к нашему замечательному другу кириллу куницкому он основатель компании бизнес конструктор эксперт по систематизации бизнеса в общем крутой крутой чел привет спасибо привет привет так кирилл мы к тебе пришли сегодня с антоном потому что антон один из наших таких давнишних участников и он занимается мебелью сейчас немного расскажет информации о себе мы хотим узнать вообще что произошло потому что мы не виделись около двух месяцев с антоном и подумали о том что классно было бы еще услышать твое экспертное мнение по поводу того что у него происходит и как ему улучшить его бизнес-процессы чтобы естественно больше зарабатывать и больше продавать окей давай антоша пришел изначально первым когда я начал только съемки была проблема такая что я работаю задействован во всех процессах расскажи давайте немножечко чем-то заниматься я занимаюсь мебелью основное направление это кухня изготовление кухонь на заказ это наше основное направление во всех процессах я задействован от проекта дизайна до производства монтажа то есть я участвовал в всех проектах начиная с переговора заказ на поиск клиентов выезда к нему на него замеров там и так далее и вплоть до установки до установки десять лет он занимается этим делом начал так 10 лет назад вот прошло четыре месяца что сейчас имею сейчас я раньше был я и один мой помощник сборщик сейчас нас уже четыре человека в принципе основное то что у меня получилось сделать это отойти от производства я сейчас уже не занимаюсь производством не занимаясь монтажом работают у нас конструкторы два сборщика но сейчас теперь основное направление теперь продажи то что нужно развивать потому что когда один работаешь это один объем заказа нужен когда уже появляются люди соответственно нужно больше поэтому то представление который который мне было раньше количество за клиентов но сейчас уже совсем по-другому нужно нужно больше скажи пожалуйста когда последний раз виделись с тобой ты сказал у меня сейчас в 10 раз больше стало заказов до был всплеск что произошло за два месяца эти заказы улетучились но стало меньше с потоком мы их закрыли конечно был такой наплыв большой заказов мы закрыли сейчас немножко меньше стало заказов чек немножко даже уменьшился не знаю чем это связано матри у нас была такая история кирилл что антон не продавался через интернет то есть он продавался в основном по сарафанному радио и мы поставили ему задачу сделать интересные сергей предложил quiz в его случае потому что очень конкурентная ниша и в интернете и везде и сделать quiz для того чтобы получать все таки поток заявок с этими заявками уже дальше правильно работать и соответственно продавать этим клиентам мы немножечко на этом тогда уперлись да у нас не получалось делать quiz что ты по этому поводу принял какое решение ты его делаешь не делаешь но я везде делаю я делаю полностью новый сайт я решил упаковать свой продукт потому что ну кухни на заказ такое размытое понятие то есть я решил упаковать вот предложение ну какое-то чтобы это было понятно вот я их подготовил мы разработали дизайн 4 кухонь она первое то что но я обратился в компанию которая мне это все делает они делают сделали мелод новый логотип вот так он выглядит то есть буква h с такими вот точечками ну и а и называется теперь моя фирма шинков по фамилии а раньше но тебя никак не называлась называлась артмэп был домен такой мне артмэп но сейчас как-то решил печь это первая буква шинкода не 1 а 2 крутой крутой логотип логотип такой мест раз ассоциация с немецкими с такими какими-то по-немецки меня тоже и решили вот основ то что у нас заказа за то есть у нас есть большой опыт изготовления то что больше всего заказывать мы решили это упаковать в отдельные модели кухонь и уже продвигать вот готовые модели они будут изотавливаться по размерам заказчика но как-то подать это все что было человеку понять окей если можно я задам несколько вопросов от себя скажи пожалуйста если мы представим твоего царевого покупателя это кто кто-то выпил это владелец на вас жилье первичного эконом средний опас примен посты средний на salih制 средний класс самый проблемный класс точка для нее в принципе конкуренции почему потому что премиум-класс он хочет дева не проблема платить он хочет применяли сервис ему он хочет премиальный продукт и он готов платить на больше деньги эконом класс там все понятно там недорого и дешевые сердитак и говорит сама гола цена как потом от ТБ, формата ТБ, да, это там дешево и сердито. Средний класс такой достаточно проблемный класс для конкуренции, поэтому это не значит, что в нем нельзя работать, но тебе очень важно дать себе ответ на вопрос, почему клиент должен пойти именно к тебе. Это первое, да, то есть до того, как ты вообще идешь в продвижение, то есть это вопрос конкурентной стратегии твоей компании. Пойми правильно, почему, потому что основа любого бизнеса, это всегда такое, знаешь, маркетинговое ориентированное мышление. Все собственники бизнеса, у них в голове постоянно идет конкуренция. Маркетинг менеджмент. Так вот, все твои потребители, которые потенциальные клиенты, они вот сейчас, допустим, ну, ты создал новый бренд, и вот представь, что дальше происходит. Сейчас ты начнешь где-то рекламироваться, и ты появишься на радаре у целого ряда клиентов, которые тебя увидят. И у этих клиентов возникнет вопрос, почему я должен обратиться именно в Шимко? То есть он посмотрел, сейчас на данный момент у него вот сидит семья типичная твоей клиенты, и у них стоит вопрос, ну, у нас вот есть какая-то сумма денег, мы там делаем ремонт, все в притирочку, как-то там стараемся уложиться. Почему идти именно сюда? И они посмотрели тебя, посмотрели еще 5-10 компаний. Вот ты можешь дать убедительный ответ на вопрос, почему, вот если я твой целевой клиент, например, да, я там, та семья, о которой ты говоришь, почему я должен пойти именно к тебе? Ну, значит, ну, мы сделаем все под ключ, как говорится, то есть я приеду к человеку, подскажу ему, во-первых, мы спланируем сразу техническое задание для строителей, мы дадим четкое, то есть все будет прорисовано, чтобы не было потом ошибок по электричеству, по плитке. Другие этого не делают? Ну, другие могут это делать в другой форме. Смотри, конкурентная стратегия, это убедительный ответ на вопрос, что потеряет клиент, если он купит в другом месте. То есть вот я твой клиент, да, у меня есть, есть ты, то есть твой бренд, если бы ты делал ставку на бренд, знаешь, например, если бы это была кухня, там, например, там, не знаю, Versace, ну, например, да, Versace, ну, если мы будем в премиум сегмент, кухня Versace, то человек часто покупает, он говорит, да пофиг, она какая-то странная, но я куплю ее, потому что на Versace, вот буду всем говорить, что она у меня премиальная. У тебя средний класс, соответственно, и бренд еще не раскрученный, бренд еще на тебя не работает, поэтому за красивый дизайн логотипа тебя не купят пока что, да, то есть, возможно, в будущем, когда твой бренд разобьется, за это будут тебя больше покупать. Пока это сформирует просто первичное доверие, ну, ладно, вроде симпатично, можно доверять, но, тем не менее, тут рядом лежит, вот у человека, который тебя выбирает, у него есть твой каталог, если он такой, знаешь, не рассчитываем на дурака, который, знаешь, первый попавшийся схватил и пошел, понес деньги, да, сел, он посмотрел на тебя, открыл, вторые ребята тоже сделали себе какой-то брендинг, третий ребята сделали брендинг, вот почему, что он потеряет, если он купит не у тебя? Качество может потерять. Может, оно может не потерять, а может найти, может приобрести. Это, смотри, это очень важный вопрос, с этого всегда начинается, вообще, в принципе, любая бизнес-стратегия, потому что дальше, вот уже механика привлечения клиентов, это уже техника, ее, тут масса механизмов, и мы можем с тобой это обсуждать, там, часами, да, и там можно нагенерировать очень много идей. Когда ты клиента привел, рано или поздно клиент пришел к принятию решения. У него есть, с одной стороны, цена, которую он платит, а с другой стороны, ценность, да, и если эта ценность сравнима с тем, что есть на рынке, да, то есть, грубо говоря, ценность приблизительно одинакова с тем, что все предлагают на рынке, он тогда понимает, ценность одинаковая, и он начинает играться ценой, и он будет давить твою маржу, он будет давить твою маржу. Если он давит твою маржу, ты недозарабатываешь, то есть, ты вынужден идти в ценовую конкуренцию, убивается твоя прибыль, ну, то есть, тебе нечем нормально покрывать расходы, ты не можешь инвестировать в маркетинг, в продажи, ты не можешь развиваться, да. Соответственно, ты вечно будешь жить вот так вот на подсосе, потому что денег хватает ровно, ровно, чтобы на жизнь. Понимаешь, и поэтому тебе очень важно, то есть, либо ты выбираешь идти в стратегию минимизации издержек, это если ты работаешь с эконом-классом, ты говоришь, ребята, у меня одно конкурентное преимущество, у меня самые дешевые кухни. Это тоже может быть стратегия, самые дешевые. Тогда ты изучаешь все технологии оптимизации, как можно сэкономить, где, и ты говоришь, у меня кухня, она будет вот как хорошая, как хорошая там кухня среднего класса, но по цене там на 30% дешевле. Это может быть тоже стратегией, но тебе нужно понять, твоя ли, исходя из того, что я вижу, у тебя, в принципе, не эконом-кухня, да? Соответственно, если ты идешь все-таки в средний класс, то тогда за счет чего ты будешь отличаться? Вот это очень важная история. Нужно подумать, это прописать, конечно, четко, я не знаю, как это подумать. Смотри, я тебе скажу, что одной из, ну, как подсказка, да, в какую сторону ты можешь посмотреть, в большинстве случаев, когда клиент покупает какое-то сложное экспертное решение, ну, а кухня, на самом деле, это экспертное, это сложное экспертное решение. Ну, понятно, что, то есть, если человек уже, если владелец этой квартиры уже за свою жизнь приобретал кухни там 10 раз, да, то он уже разобрался, он уже говорит, так, мне вот такая столешница с таким, тут, не знаю, там, каплесборниками, каким-то еще чем-то, он уже разбирается, да? Если человек просто вот купил квартиру, он никогда не заказывал кухню, для него это, то есть, для тебя кухня, знаешь, это там миллион деталей, да, там, тысяча или 300 деталей, а для него это, ну, симпатичненько вроде, вроде нормально, да, тебе как, там, жену спрашивают, тебе как, нравится? Она говорит, ну да, но плиточку можно было бы синенькой сделать, да, то есть, как бы вот такой, вот такой, так принимает решение потребитель. Хотя, по факту, ему в этой кухне проводить, ну, не знаю, большую долю, он там будет суммарно, там, за годы жизни в этой квартире, он проведет там месяцы. Соответственно, одним из путей, там, повышения, улучшения твоей конкурентоспособности, может быть повышение культуры потребления человека. Когда ты говоришь, смотрите, наша, это, я не говорю, что это абсолютно правильная стратегия для тебя, я говорю, это одна из гипотез, это в какую сторону я бы смотрел. То есть, я бы сказал, что, например, моя задача создать, сделать кухню максимально функциональной для человека. И в чем наше отличие, например, вот мы компания Шинков, в чем наше отличие? Смотрите, в большинстве случаев, когда вы приходите к кухонным мастерам, они просто вам, они просто дают свои типовые рисунки, делают для вас какой-то эскиз, говорят, там, показывают, вот рабочая зона, вот где поверхности, и подбирают материалы, делают для вас кухню. Мы, наше отличие в другом, мы изучаем ваш образ жизни, например, да, то есть, мы изучаем ваш образ жизни. То есть, у нас кухня будет максимально адаптирована под ваш персональный лайфстайл. Является ли это сильным конкурентным преимуществом? Пока не знаю. Это пока такое, знаешь, направление, в которое нужно смотреть. То есть, этим нужно реально заморочиться, начать изучать, я бы на твоем месте, что бы сделал. На Западе есть очень много, именно в англоязычном интернете, есть очень много тематических блогов, очень много тематических каких-то порталов, где ты можешь находить экспертную информацию на тему того, как правильно, не просто как проектировать кухню, а как вот именно делать кухню очень, ну, знаешь, есть такое слово юзабилити, то есть, когда вот она очень, действительно, она сделана по-человечески для человека. Посмотреть в эту историю, что тебе это даст? Это тебе даст возможность делать контент-маркетинг в интернете. Если ты являешься экспертом, например, я не знаю, есть ли кто-то делает контент-маркетинг по кухням. Понимаешь, что такое контент-маркетинг? Да. То есть, это регулярные публикации, то есть, когда ты делаешь там, ты можешь вести канал на тему. Что-то интересное. Да, да, то есть, когда ты кормишь, как капельница у тебя работает, ты постоянно подкармливаешь клиента интересной информацией по этой теме. Если никто этого не делает, ты можешь стать этим человеком, ты можешь делать блог. На этом блоге ты проанализируешь семантическое ядро, как сейчас ищут кухню вообще, по каким словам ищут кухни. Соответственно, на этом блоге ты выкладываешь экспертные статьи, экспертные статьи именно на тему, какая кухня нужна, если у вас многодетная семья. Какая кухня нужна, допустим, если вы, там, кухни в разных направлениях дизайна. Например, если у вас весь дом сделан в дизайне арт-деко, например. Кухня для холостяка. Кухня для холостяка? Да, какое оно должно быть? Как самое удобное заниматься сексом? Какая должна быть высота? Если ты не высокого роста, если ты высокого, ну, не, можно ржать с этого, но на самом деле, почему нет? По крайней мере, этот будет контент зажигать людей. Или у нас дома кухня. Вот у нас очень удобная кухня, пока ты на ней один. Такой момент, который пришел мне в голову, потому что я женщина все-таки, и, наверное, меня тема кухни больше всего парила в момент ремонта. Я сейчас замечаю такой момент, интересный. То, что мы говорим о классе, средний класс, и ты говоришь, он широкий, он конкурентный, абсолютно да. Так вот, вип-класс, вип, он очень узкий. Он остался буквально, ну, в очень маленьком проценте. Объясню, почему. Потому что, если мы сталкиваемся с Италией, то мы стартуем, моя кухня, например, стоила, по-моему, 25 евро, и поехала дальше. Это мы говорим без, без вот этих еще всех чудненьких, да, наших плиточек, подогревов, и так далее, и так далее. Так вот, с чем я сталкиваюсь, общаясь со своими подругами-дизайнерами? С тем, что никуда мы не делись от того, что денег стало меньше, а качество украинское стало гораздо выше. И в одежде, и во всем мы это наблюдаем. И на сегодняшний день многие, кто работают с дизайнерами, это, как я тебе говорила, твоя ЦАФ с такого класса, они говорят о том, что, ребята, а есть ли целесообразно нам платить за кухню 30, 40, 50 тысяч евро? И вот тут момент как раз в маркетинге поработать над тем, что мы делаем очень крутое качество, люди, остановитесь, посмотрите, мы, придите и посмотрите, какие у нас комплектующие, какие у нас составляющие, какие у нас механизмы, потому что у наших кухонь есть слабые места, почему дизайнеры раньше их не рекомендовали. Там через 5 лет они нахрен все разваливаются, рассыхаются, они визуально изначально выглядят, вроде бы как прилично, а дальше начинается. И вот здесь я бы в маркетинге как раз поработала. Таким образом мы можем взять пласт клиентов, которые платежеспособны и для которых не последние 5-10 тысяч долларов или евро даже за кухню, и они там просто душатся, потому что для них это вышаг, то есть это, скажем так, потолок среднего класса. А это может быть высший класс, для которого эта сумма нормальна, просто им нужно аргументировать, почему в общем-то в Италию совершенно не обязательно сегодня ехать, потому что небольшой процент людей остался, который по-прежнему смело заказывает мебель итальянскую и платит за гардеробные по 120 тысяч евро. Я, кстати, тоже таки узнала как-то, когда-то я зашла в итальянский магазин, когда делала себе гардеробную, и говорю, покажите мне классные гардеробные. Они мне показали, я говорю, в классическом стиле. Говорю, ну сколько, а что такое гардеробные? Это стенки. Они говорят, 120 тысяч евро. Я себя, знаешь, такой бедный-бедный почувствовала, а я зашла, думаю, ну у меня 30-ка евро есть на гардеробную. И вот этот момент тоже, как тебе кажется, можно его попробовать отыграть? Можно, да. То есть смотри, здесь вариантов может быть много, то есть самое главное, что действительно, вот правильно записал, почему мы, то есть это вопрос, на который тебе нужно ответить. Ты можешь в этом, я не знаю, насколько включена твоя команда в процесс стратегии, но если у тебя есть ключевые люди, которые там, ну кто-то твой помощник, я не говорю, там, ну понятно, может быть разнорабочий не будет настолько включена, хотя бывают разные случаи, но тоже вовлекать в эту команду, это такой командообразующий момент, и, знаешь, поставить перед собой цель, стать, вот за что борется любой маркетинг, любой компании, есть такой хороший термин, называется top of mind, вот ты, у тебя, видишь, ты сделал брендинг, у тебя возникает слово бренд, да, на самом деле, ты можешь сам себе сейчас задать вопрос, вот мы сейчас сидим в Киеве, сколько, у скольких людей в Киеве сейчас в голове стоит вопрос, надо делать кухню, надо заказывать кухню, ты можешь себе представить, да, это тысячи людей, ну, десятки тысяч людей, у которых сейчас в голове кухня, блин, где заказать, что делать, куда бежать, как заказать кухню, а теперь сам себя спроси, у какой доли этих людей в голове твой бренд, вообще, у какой доли ты вообще есть на горизонте, и это микро, это, не то, что микро, тебя прочитай нету, то есть тебя сейчас считай нету, и в этом основная твоя проблема, потому что, как бы, первый шаг, это узнаваемость, да, узнаваемость бренда, естественно, бы сейчас обвешивал весь город бордами, дал бы рекламу на радио, массированную на телеке и появился бы везде. Но это безрассудство, этого делать даже не надо, даже если бы эти двигатели были. Продумывай жизненный путь твоего клиента. Твой клиент, который сейчас вот эти десятки тысяч людей, у которых в голове вопрос кухонь. Что они делают? Они либо едут в специализированный салон, это моя гипотеза, я не знаю, ты должен быть ученым, маркетинг – это работа ученого, ты должен быть ученым по своим клиентам. Они либо заезжают в специализированный салон, который им попался, либо конечно же они идут гуглить, и запросов их очень много. И когда ты составишь семантическое ядро, что такое семантическое ядро? Берешь инструмент Google Keyword Tool, то есть это в Google AdWords понимаешь, что это такое? Да. То есть в Google AdWords есть подсказчик ключевых слов. И опять-таки я не говорю, что я тебе сейчас рассказываю логику, но это не значит, что тебе все это нужно делать. Я дам тебе в конце несколько рекомендаций, как оптимизировать. Если ты составишь семантическое ядро, ты увидишь огромный скоп запросов, которые вводят люди, ищущие сейчас кухни. Если ты этим людям будешь подсовывать везде свою рекламу на уровне. Лучшая кухня по лучшей цене, Шимко, лучшая кухня – приходи, закажи. Во-первых, ты будешь иметь далеко не факт, что высокие сетиары, потому что тебе будет мало кликать, потому что ты не интересен. Ну, Шимко, ну, как бы, нет неузнаваемости бренда такого. То есть там кухни Apple были, а и кухня, да, то есть так как бы кликали бы, но Шимко не кликнут, соответственно, это первое. Второе – там будет безумная конкуренция. Соответственно, можно ли вытягивать контекстную рекламу людей? Можно, но там ты начинаешь мерить цену лида, смотреть вот эту, выстраивать воронку, и, возможно, там окажется, что тут зависит уже от уровня активности твоих конкурентов, которых не меряем. Почему я затронул контент-маркетинг? Потому что, проанализировав эти запросы, ты можешь начать генерировать контент, который ты будешь продвигать в сел. Это не быстрая для тебя история, но через полгода она может начать для тебя работать. То есть ты выбираешь, интересно, какую столешницу лучше выбрать для кухни. Выбираешь определенный несуществодный запрос, смотришь на него, ага, сотни людей его ежемесячно ищут. И ты делаешь, и это контент-маркетинг, там дальше вопрос как в форм-структуре он решен. И ты начинаешь генерировать контент под эту тематику. Контент какой? Ты можешь взять видеоконтент, плюс к нему описывается текстовый контент, который с сел адаптивным получается. Закупаются внешняя ссылочная масса. И ты начинаешь продвигать куда? На блог, на твой блог. Блог – это твоя платформа, где ты выкладываешь контент. И это та платформа, куда человек попадает и просто если кухня для него сейчас актуальный вопрос, он просто залипает. Он говорит, блин, офигеть, нифига себе, все написано на одном блоге. Какой красавчик. Это шимко, они мне очень нравятся, я даже об таком подумать не мог, что это важно. А вот еще и кейс, а вот проблемный кейс, а вот как решали проблему там криворуких мастеров, вот он залипает там. И ты можешь получать на самом деле тонны трафика на этот блог бесплатно за счет того, потому что блоги очень круто SEO-шатся. Рекомендую изучать западные кейсы. Просто погугли, допустим, топ kitchen manufacturers. Тебе нужно зарыться туда, чтобы ты был носителем топовой экспертизы, которую ты будешь даже транслировать. Это для тебя первый шаг. Ответь на вопрос «почему мы?» ответ на этот вопрос, это как слоган должен быть короткий или это как чек-лист какой-то, но ответы на много вопросов. Смотри, это должен быть, вот ты мне сейчас, вот видишь, ты сейчас не был готов к ответу на этот вопрос, я тебе задал вопрос, вот я клиент почему-то, и ты мне начал говорить и не продал, и не продал. Вот такого, что у меня загорелись глаза, я сказал, блин, все, по-любому с тобой вообще не сработало. Если даже ты мне не продал, как собственник бизнеса, почему ты считаешь, что твой сотрудник продаст? То есть твой сотрудник вообще будет, бэ, бэ, ну не, ну что мы там скидку… Только цены конкурировать. Да, мы там скидку дадим, приходите, у нас там, ну у нас качество. У нас качество, это качество, оно все хуже, слово качество, просто слово термин, оно задолбало уже. Все говорят, что качество, кто говорит, что не качество, да, кто говорит, что у нас не экономия, все говорят, что у нас экономия, поэтому тебе нужно реально, знаешь, такое очень емкое, как бы, попадание. Я бы на твоем месте рекомендовал тебе, знаешь, вот быть постоянным диалогом с клиентами, даже те, кто у тебя не заказывает. Смотри, если клиент у тебя не заказывает, ты вот вон пришел, обратился, поговорил, ты им в ценовую конкуренцию не играйся, если только это не твоя стратегия. Вот поверь мне, до тех пор, пока ты торгуешься с клиентом по цене, там, за микро, за 5%, 10% скидки, ты говоришь, что ты недостаточно конкурентен. Ты скидок не должен давать. И клиент должен говорить, не, ну его нафиг, я лучше переплачу, я лучше переплачу, но… Буду уверен. Да, но я буду уверен. Основа, ну, часто это происходит за счет потребления, за счет повышения культуры потребления. Есть яркий кейс, Ярослав Заблоцкий, который стоматолог, да, который я слышал в клинике Заблоцкого, может быть не слышал, но в сеть клиник Заблоцкого, они продают стоматологические услуги в 5 раз дороже рынка. Средний чек по ходу к стоматологу 5000 гривен, представьте, 5000 гривен просто пойти там пломбочку сделать, ну это дофига, ну это можно сделать дешевле. За счет чего продают? Они повышают культуру потребления, то есть клиент приходит к ним и говорит, они говорят, он говорит, сколько стоит, сделайте мне пломбу, у меня зуб болит. Они говорят, подожди, прежде чем мы тебе сделаем пломбу, и вообще там будем говорить с тобой о пломбе, у нас обязательный стандарт, это стандарт от клиники, это экскурсия по клинике, экскурсия. Мы тебе, это наше правило, мы не начинаем иначе работать. Человек умер от зубной боли, ему говорят, смотри, последняя комната. Не, ну понятно, что все, конечно, есть там пожарный случай, скорая помощь привезли, понятно, они там его вылечат, но имеется в виду, если там просто человек пришел, там я хочу там отбелить зубы, выровнять брекеты поставить, сделать какой-то там имплант какой-то, ему говорят, смотри, он говорит, сколько стоит, он говорит, подождите, мы поговорим о цене, ну давайте пройдемся по клинике. И они его проводят по всем этапам. Потому что для человека, ты пойми, для человека заказ кухни, какие-то мастера придут, мне что-то сделают, то есть он не понимает даже технологический процесс, он не понимает материалов, он не понимает нюансов. Вот, поэтому конкурентная стратегия раз, дальше. И второе, вот это уже SEO-историю, можешь начинать длинную качать. Посмотрите, если кто-то занимается контент-маркетингом в сфере кухонь, если никто, забирай нишу, стань номер один по кухням, чтобы вот любой запрос, который человек гуглит по кухне, сейчас же ютюб, это же он часть гугла, да, и если у тебя топовые твои, ты просто построишь на этом себе хороший SEO, у тебя и твои ютюб ролики могут подниматься. Это действительно круто работает, поэтому в эту историю посмотри. Вот дальше у тебя четкая воронка продаж, конечно, потом и перед тобой, может, перформа к маркетингу, это лидер генерация продажи, лидер генерация продажи. Знаешь, бизнес развивается двумя ногами. В бизнесе есть доходная нога, организационная нога. Доходная нога – это увеличение притока новых клиентов, то есть когда тебе нужен вот этот кран привлечения притока новых клиентов, нужно хорошо выстроить. Чтобы он у тебя, чтобы ты мог его для себя открыть, то есть тебе нужно понять вот эту цепочку, логику, да. Откуда лид – это, понимаешь, что такое слово лид, да? То есть лид – контактные данные потенциального клиента. Они, CRM-система есть? Да. А как ты… CRM-система Вот пока ты сам еще как-то это справишься, ты пойми, смотри, для того, чтобы основа эффективных продаж сегодня – наполненная вчера воронка продаж. То есть, грубо говоря, у тебя всегда будет понятие конверсия. То есть из десяти обратившихся клиентов один, например, закажет. Допустим, 10% конверсии, например, может быть, 5%. То есть она будет у тебя какая-то, да. Соответственно, если ты хочешь сегодня получать одну продажу, тебе нужно вчера 10 клиентов залить воронку. Залить воронку – это нужно получить 10 лидов, с которыми ты вступишь в диалог. В продаже существует такое понятие, как follow-up – это дожим клиента. То есть с момента, когда клиент… Мы это называем цикл продажи. То есть ты в среднем, вот с момента, когда клиент к тебе обратился, ты в среднем доводишь клиента до сделки за определенное количество касаний. Алло, добрый день, ну что вы надумали? Ну там пока думаем. Так, ну что, вы готовы? Давайте пришлем замерщика. Ну хорошо, присылайте замерщика. Ну там происходит какое-то количество касаний. В итоге он или покупает, или не покупает у тебя. Соответственно, тебе нужно наполнять воронку. Поэтому тебе нужны как раз лиды. Вот этот квиз, либо любые другие инструменты для тебя – это способ наполнения воронки лидами. Будь очень осторожен с сайтом. Я слышал, ты сейчас говоришь, что будешь запускать сайт. Будь очень осторожен с сайтом. Почему? Потому что, смотри, сайты бывают двух типов. Бывают конверсионные сайты. То есть сайты нацеленные, цель которых дать конверсию. И промо-сайты, цель которых – рассказать тебе о компании. Разные, принципиально разные по своей сути. И они могут параллельно существовать. То есть ты можешь иметь онлайн-витрину на уровне, многостраничный сайт, дерево, где у тебя есть… Где у тебя есть твой… там главная страница, твои клиенты, твой продукт. То есть большое дерево. Вот. Это сайт, который ты будешь писать на визитках, в каталогах. Который найдет человек, который загуглит название твоей компании. Но параллельно тебе нужно еще создавать вот эти… Как раз, что такое лейнинг, кондостраничник, вот эти, которые сейчас очень популярны. В чем его смысл? Это сайт, который имеет… Его смысл, цель одна – конверсия. И ты на него собираешь все те элементы, эмоциональные триггеры, которые включат клиента. Для того, чтобы он просто оставил тебе контакт. И нужно, чтобы он вошел с тобой в контакт. Дальше подключается продажник. Поэтому тебе сейчас, вот когда мы говорим о лидогенерации в твоем случае, параллельно вот с этой историей, там, конкурентная стратегия, игра в SEO, игра в контент-маркетинг. Это долгосрочно. Краткосрочно работает самая дубовая история. Тебе человек проявил себя как-то, как потенциальный покупатель кухни. То есть это он, например, загуглил что-то по кухне, увидел яркий копирайтинг, который заставит его кликнуть. У нас вот есть пост, я там, для тех, кто нас смотрит, скажу. У нас есть, у меня в бинскструкторе есть рекламный пост, в который мы влили уже больше 100 тысяч долларов. Он пять лет работает. И как этот пост родился, этот копирайтинг. То есть если бы я просто сказал, так, надо сесть, придумать такой пост, чтобы просто такой текст рекламы, за который все сразу зацепятся. Я бы, ну, при всей, там, своей, там, креативности, я бы его не сгенерировал. Что я сделал? Я сделал 30 разных объявлений. Дал их нашим таргетологам, которые наставят рекламу. Ребята, вольните в каждой из них по небольшой сумме денег, допустим, там, по 30-50 долларов. И посмотрите на открыт. Как люди реагируют. Есть понятие CTR, да, это процент кликабельных. Какое вовлечение? Найдите тот, в который вовлекается, который... Потому что чем выше CTR, тем дешевле цена кликает. То есть, грубо говоря, чем больше процент увидевших пост кликает на него, тем дешевле тебе будет обходиться клик. Потому что его и Google, и Facebook будут считать максимально релевантным для клиента. Соответственно, тебе нужно подобрать... Например, одно дело, человек, ты загуглил, кухня в Киеве. Или там, выбор технологии кухни. И одно дело, твоя реклама, Шемко, лучшей кухни. А другое дело, ты говоришь, ему, например, 10 ошибок, почему покупатели, из-за которых покупатели кухонь жалеют всю оставшуюся жизнь. И человек, например, кликает, и появляется маленькая-маленькая страничка, на которой стоишь ты в видеоролике. И говорит, привет, я Антон Шемко, я основатель компании Шемко Kitchen Furniture. Я занимаюсь более 10 лет производством кухонь. И вы знаете, друзья, я устал смотреть на людей, которые заказывают кухни. И вот просто из-за неумения, непонимания того, как должна быть заказана кухня, как она должна быть правильно экспортирована. Они просто потом приходят ко мне, говорят, разводят руками, говорят, вот помогайте, выручайте. Ребята, не надо переделывать, подходите правильно с самого начала. Чтобы в этом вам помочь, я подготовил перечень из 10 типичных ошибок, которые допускает клиент, покупая кухню. И написал подробную инструкцию, как их избежать. Прямо сейчас оставляйте свои контакты, и буквально через несколько секунд вы получите на почту эту рекомендацию. Поверьте мне, это сэкономит вам тучу денег и времени. Оп, конверсия такой страницы может быть 40%. Мы вырежем этот кусок, и у тебя будет этот рекламный ролик с узнаваемым лицом. Да, да, да. То есть конверсия лендинга, на уровне, лучшая кухня, шемко, покупайте наши кухни, оставляйте заявку на консультацию. Конверсия такой страницы может быть 3%, 5%. Тебе нужно захватывать контакты. Тут можно уже выстраивать многошаговую хитрую логику. Например, человек вначале увидел твое видео, оставил е-мейл. Потому что как только добавляешь телефон, сразу конверсия падает. Потому что у него еще и телефон. Но е-мейл он уже оставил, нажал окей. Ему говорят вторым шагом окей. Спасибо большое. Мы готовим уже к отправке тебе документ. Для верификации твоего, для верификации того, что это действительно ты, оставь просто свой номер телефона. Хрен его знает, что за слово верификация, но звучит умно. Я еще возьму и не получу, ладно, оставлю. Окей. Спасибо большое, твой документ у тебя уже на почве. Но ты уже оп-оп, е-мейл и телефон захватил. Понимаешь? Телефон ты захватил, значит дальше для тебя что это означает? Не ты, внимание, не ты. Снимай с себя работу с клиентами. С клиентами работаешь не ты. То есть твой человек, который у тебя должен появиться, и это очень важно. Именно продажник, переговорщик, даже матерь, который пока ты занимаешься развитием всем, он будет работать с воронкой. Он, согласно установленному твоему скрипту, набирает клиент и говорит, добрый день, здравствуйте, Сергей. Я обратил внимание, что вы у нас заинтересовались вопросом по строению кухни. Позвольте, мы компания Шимко, мы как раз помогаем делать кухни. Вы скажите, вы посмотрели уже наш ролик или нашу инструкцию? Как не посмотрели? Вы знаете, это действительно полезный документ. Смотрите, давайте, давайте вы его посмотрите, и я вам перезвоню, потом отвечу на ваши вопросы. Хорошо? А, посмотрели уже? Супер. Тогда смотрите, наша компания специализируется как раз на построении кухонь, и давайте мы предлагаем вам помочь в вопросе кухни. Не обязательно, вы потом решите заказывать у нас, но мы стремимся повышать культуру потребления кухни, потому что с этим рынком действительно большая проблема. Скажите, вы когда планируете заказывать кухню вообще? Окей. Давайте так, построим наш диалог таким образом. Я задам вам несколько вопросов, буквально короткий перечень, чтобы понять вообще вашу потребность, и потом дам вам несколько простых рекомендаций, которые помогут вам уже повысить вашу кухню. То есть я его не продаю, я ему помогаю. Он говорит, хорошо, скажите, пожалуйста, какая у вас площадь кухни? Какого типа кухню хотите? Окей, окей, окей. Хорошо, смотрите. Значит, я вижу, что действительно в вашем случае есть ряд полезных рекомендаций. Правильнее будет сделать следующим образом. Лучше всего, чтобы у вас, я так понимаю, уже квартира куплена, кухню начать сделать. Смотрите, правильнее всего, чтобы наш консультант поработал с вами прямо на месте. Потому что я могу вам по телефону начинать давать общие рекомендации, но поверьте мне, исходя из того, что я услышал в нашем диалоге, правильнее будет, чтобы... Выклад замерщик, консультант, все делать. Тут скрипты, это тоже копирайтинг. Я хотела просто вернуться и внимание зрителей наших обратить на такую простую штуку. Ну, наверняка бизнес-конструктор на слуху, люди видят себя и знают. И общаясь и с Олесем Тимофеевым, и вот с тобой, вы выбрасываете эти цифры. Я хочу, чтобы вы их услышали. Когда вы говорите, что я хочу быть как он, ну, везде бизнес-конструктор, везде там это... Слушайте внимательно рекламные бюджеты, которые озвучиваются. Вот Кирилл сказал о том, что на белку мы потратили около 100 тысяч долларов. Вот если вы видели его рекламу, обратите просто на это внимание, на бегущую белку по колесу. Для того, чтобы вас так же идентифицировали, для того, чтобы вы так же запоминались, просто понимайте, что люди тратят эти деньги, и я уверена, что Кирилл их потратил не из того, что взял их с одного кармана, а он их, в общем-то, и генерит, и зарабатывает. Сколько эта белка принесла, интересно? Ну, конечно, в разы больше. То есть есть понятие такое, важное показатель, называется ROMI. Как ROI, только Return on Marketing Investment, да, ROMI. Для нас, ну, минимальный такой ROMI, это где-то 300%. То есть когда мы вложив... Это, я говорю, средний по компаниям. Про белку мне сложно сейчас сказать, потому что именно по ней у меня нет статистик, потому что там 5 лет, и там разные годы, разные периоды и так далее. Но для нас в среднем это где-то, когда 300% мы генерируем из... То есть, грубо говоря, вложив образно говоря, там в какой-то там... Рубль, получаешь три. Рекламную компанию, да, там 10 тысяч долларов, 30 вернулось, это нормально. То есть сегодня существует такая проблема, очевидная, но для многих неочевидная. И, в общем, Антон тоже пришел с этим, потому что люди не вкладывают деньги в маркетинг, или считают, что это, знаешь, единоразово. Типа, я сейчас вот выложил 300 долларов. Штукарь. Вот, и все. И особенно, когда клиенты пошли, человек говорит, что? А, ну все. Ну все, классно. То есть обращайте на это внимание, что все те, кто становятся лидерами рынка, нету вообще такого вопроса, когда перестать вкладывать деньги в маркетинг. Есть единственный вопрос, как еще больше вложить, еще больше вложить, еще больше вложить. И ты, собственно, пришел с тем, что у меня работает там сарафаночка, да, нормально. Но странно, почему-то сильно не могу вырасти. Вот момент маркетинга ты должен к себе закрепить. Вот сейчас тебе Кирилл дал очень классные рекомендации, мы тебе давали рекомендации, у тебя наверняка свои какие-то идеи. Обязательно нужно выстраивать, что называется, маркетинговую стратегию свою собственную, потому что никто тебя не может простроить. Это все сейчас наши определенные гипотезы, и твоя задача обязательно смотреть, что из этого срабатывает, что тебе самому близко, да, потому что если для тебя это реально проблема, там, записать ролик на YouTube, тебе надо убиться просто для этого, значит, это просто не твоя стратегия. Но над этим нужно регулярно, постоянно работать, мало того, еще и наперед думая о том, как ты сейчас будешь, как Новый год твой пройдет, что ты будешь в марте рекламировать, что там, потому что будет 8 марта. То есть твой маркетинг, он должен, естественно, быть связан и с периодами, и с сезонами, и с темами, и так далее, и так далее, и так далее. И только те люди, которые постоянно наперед об этом думают, что там будут забрасывать дальше, это очень сложно, особенно, когда небольшая команда, да. У тебя тут, блин, Новый год, и ты уже 8 марта должен планировать какого-то, да, и так далее, и так далее. Но это то, с чем ты должен жить. И, естественно, именно поэтому здорово, что ты вышел из операционки, да, потому что когда ты еще кухни собираешь, всем, ну, полный бред, естественно. Тебе нужен сейчас, абсолютно правильно, Кирилл сказал, человек, который у тебя сядет на продажи, но для этого ты должен такого человека подготовить, потому что он может очень легко сливать твои все маркетинги и так далее, да, просто банально не так отвечая, не захватывая клиентов диалог и так далее, и так далее. Вот. И я хочу сказать со своей стороны, поскольку я тебя наблюдаю, вот твоя упаковка, Кирилл был у меня в гостях и говорит, что я на упаковке заморочена. Вот мне нравится твоя упаковка. Очень хочется, чтобы прошло какое-то время, и люди стали тебя идентифицировать, и реально этот бренд заработал на тебя уже. Тебе сейчас надо для этого напрячься. Но скажем так, уже визуально, вот визуально как женщина, я бы уже обратила на тебя внимание. И я тебе хочу сказать, что твоя упаковка выглядит достаточно дорого. Поэтому об этом, почему я тебе сказала о классе клиента, с которым я бы училась общаться, потому что, скажем так, бюджетненько, я бы сказала, не-не-не, это не бюджетненько. Но вот сейчас даже эти картинки, которые мы видим, мы не видим сейчас кухоньки 3 метра, где как-то скромненько все разбросано, нифига. Мы видим так, знаешь, лакшерозненько. Такие кухни могут стоять в Новопечерских липках у меня спокойно, в огромных этих новостройках, которые строятся. И люди очень сильно сейчас миксуют, точно так же, как шмотки. Если раньше мы видели, что, ой, ну что ты, все, если там это Dolce & Gabbana, Prada, то ничего не будет, то нифига, сейчас за ручка отличненько миксуется с Prada рядышком, и все это делается. В интерьерах происходит то же самое. И твоя упаковка, она сейчас никак не по бюджету такому, минимальному. Поэтому, исходя из этого, тебе нужно думать и как общаться с клиентом, и на какие вещи давить, точно не на то, что там дешевенько. То есть нужно давить на, я бы вот давила все-таки, на качество определенно. Но качество, скажем так, как у нас есть слоганы, итальянское качество там по доступной цене. Ну, это банальная вещь, но мысль именно такая же. Вот эти вещи должны быть. И маркетинг – это следующий пункт, на который ты должен научиться выделять бюджет. Обязательно. Выделять на это бюджет, вкладывать, смотреть. Вот, потому что без этого никуда. Обязательно замерять. Обязательно замерять. Потому что, значит, ты вкладываешь, не понимаешь, какая отдача. То есть, ну, в интернете все замеряется легко. Я еще хотел, знаешь, сказать по поводу контент-маркетинга. Очень правильно Кирилл сказал. Очень правильная стратегия. Но ее многие используют, но очень мало у кого она работает. Почему? Потому что сейчас, вот когда ты попробуешь искать в интернете по каким-то запросам, ты увидишь, что контента просто море. В нем можно закопаться, но весь контент очень некачественный. Вот. Ну, большинство контента. С одной стороны, тебе кажется, что контента просто море, да. С другой стороны, ты начинаешь читать, а это все статьи, написанные копирайтерами и переписанные рерайтерами. И ты, когда вроде бы заголовок классный, но ты начинаешь читать статью, ты не можешь получить ответ на свой вопрос. Или не раскрыто, да, не раскрыто этот вопрос. Вот если ты научишься писать такие статьи, где ты раскрываешь, классно, вот лучше, чем все остальные. Вот. Или найдешь человека, который тебе это будет делать. Который сможет так писать, да. Ты ему сможешь рассказывать, а он это сможет красиво писать. Вот так классно, чтобы прям четко раскрыть, дать ответ на вопрос. Люди будут читать с удовольствием твой блог, и они будут на нем сидеть именно только тогда, не тогда, когда будут переписанные статьи пустышки либо правильно ты сказал что может быть какие-то переводные классные статьи да то есть такого наверняка в английском интернете уже полного сегодня даже не обязательно там знать английский есть google переводчик которым я пользуюсь была проблема с два последних заказа мы сделали то когда люди заказывали немножко сомневались на что получится потом когда сделали вроде бы сделали больше чем они ожидали вот это мне кажется проблема потому что мы не можем сразу людям донести что они получат на что они получат качественный продукт потом делаешь они так ого классно смотри восхищаем этапе продажи вот например простая штука которую ты можешь использовать легко достаточно сделай человеку 3d тур сделай сейчас в виртуальной реальности хорошо разрывается есть компания которые занимаются виртуальной реальностью моделируют то есть за биркась виртуальность на самом деле сейчас даже у нас застройщики продавцы квартиры просто проектная организация вчера не изменится приезжал пред проектная организация не заниматься общее строят но они когда делают проект они клиента приводят одевают ему 3d шлем он там торговый центр проектируют его дома одевает 3d-шлем и он ходит по работающему торговому центру соответственно ты это это же можешь использовать люди люди же нет они эмоциональны они знаешь когда ты им закрываешь набор набор базовых функций как допустим iphone да iphone что он делает он чтобы iphone чем-то лучше функционально чем там любой другой там ну какой нибудь там meizu там образно говоря да то практически те же самые все эти же самые задачи решают чуть-чуть разница там там дальше вопрос больше но сейчас они уже все сравнялись на старте когда jobs выделялся он же что делал он говорил давайте сделаем такие иконки чтобы нам хотелось там человеку хотелось их лизнуть а потом прямо на этом заморачиваться вот да в даре эмоцию говори смотрите мы сейчас наши наши особый подход это во первых изучение вашего личного лайфстайла во-вторых это технологичность мы можем сделать для вас давайте мы сделаем для вас для вас замер замер вашей замер вашей кухни да и смотри и сразу делаем для вас 3d модель мы даже на первом этапе может быть это тоже считай свою экономику сделаем это для вас или бесплатно или за какие-то небольшие деньги то есть например просто давайте за мер щики очень хорошо конвертируют высылаю всегда следи за тем чтобы была живая встреча человек потому что на телефоне то есть человек на телефоне с реальной квартиры в него есть реальная квартира все вызывай замерщика когда замерщик уже приедет это уже это уже есть это еще дошку это вал все пусть он приедет подарить ему бутылку шампанского применешь при приедет подарили туку шампаза это уже тебе даст48 о прик 29 приехал замерщик норм пуз открывais это вам кстати от нас от нашей компании м Маленький бонус. Мелочь, но она как-то взрывает крышу. Замерщик кухни, подарил мне бутылку шампанского, маленький презент нашей компании, окей. И замерщик померил все, сказал, окей, смотрите, следующий шаг, мы делаем 3D-модель вашей кухни, приезжайте к нам в офис, вот такая будет история, вам понравится. И он приезжает в офис, на самом деле создать 3D-модель для этого, для виртуальной реальности очень просто, это вообще копейки, то есть забить эти ключевые точки размера, человек пришел, а делает реальность, видите, ваша кухня. И говорит, вау, круто, моя кухня. Вот, сейчас следующим шагом мы вам здесь конструируем вашу кухню, давайте выберем, какие материалы вы хотите, и он начинает работать с дизайнером. Но ты его уже вовлек в историю, ты его вовлек в приключения. И он видит, и самое главное, что на каждом уровне, на каждой точке контакта, твои специалисты, не ты, не ты, ты вообще себя должен отдалить, это безумно важно. У тебя твоя структура, если так очень просто, я тебе нарисую твою структуру, у тебя интернет-маркетинг, это те, кто будет, то есть на старте интернет-маркетолог, в будущем там будет структура, потому что ты должен умножиться в оборотах, там твоими оборотами, это вообще микробизнес, ты в 10 раз поставь себе цель, в 10 раз за 3 года, вот это твоя цель, да, там за год в 2 раза следующий ты должен минимум вырасти, там может в 3. Дальше, за клиентом закрепляется project manager, то есть путь клиента такой, я увидел тебя в интернете, я что-то конвертнулся, ну там подогрелся, конвертнулся, ставил заявку, со мной вошел в контакт продажник, дожал меня, подогрел, в момент, когда у меня уже пошла экспертная какая-то история, он, ну когда уже начали обсуждать технические детали, он познакомил нас с project, он сказал, смотрите, это project, который вас будет сопровождать, продажник дожимает, project консультирует, они в паре где-то срабатывают, ответственность на продажнике, при этом, в момент, когда клиент конвертнулся, продажник отсоединился, пошел дальше работать со своей воронкой, человек ведет project, одна ошибка допускают какую-то, тот, кто продает, он же клиента сопровождает, разрывая эту цепочку, не вешая на того же, потому что иначе у тебя твой продажник, который продал, он взял двоих клиентов, все, у него воронка начала охлаждаться. Поэтому у тебя неравномерно, у тебя то густо, то пусто, это из-за этого происходит. Да, соответственно, и у project уже дальше проектанты и монтажники, то есть вот твоя структура, маркетинг, продажи, project management, проектирование, монтаж, ну проектирование, производство, монтаж, это все в блоке. Так, друзья, ну что, у нас нежданчик, нежданчик, потому что неожиданно для нас, ну очень ожиданно, в общем, для нас ожиданно, для вас неожидаемо. У нас сегодня в гостях Катя. Катя принимала участие в моем марафоне, который назывался 30 дней в ритме Ермиловой, у меня столько этих марафонов, что я их путаю. И один из бонусов, который я предлагала всем за активное участие, было, в общем-то, наше такое небольшая встреча, блиц-интервью, и Катя, в общем, выиграла. Поздравляю тебя, Катя. Спасибо большое. Так, Катя, давай в нескольких словах, чем ты занимаешься, сколько тебе лет, откуда ты? Я занимаюсь сейчас, я организатор сообщества для дизайнеров-декораторов, ДАХ, я дизайнер интерьера, и у меня еще канал на Ютьюбе. Так, здорово. Расскажи мне, пожалуйста, о том, как прошли твои 30 дней в ритме Ермиловой, почему ты туда вообще попала, как попала, и как это было для тебя? Для меня это было интересно, попала я, потому что я искала, мне очень понравилась деятельность свадебной федерации и вот этого всего, потому что очень схожа с моим клубом. И я начала следить за вами, и какой-то выскочила реклама про марафон, и я решила попробовать, посмотреть вообще, как и что. Были сопротивления, первые, вторые, внутренние, внешние, разные сопротивления, но я решила сначала, я решила не буду делать, потом буду делать, потом, когда вот эти активные такие жесткочи, я решила с какой стать, и потом думаю, нет, я все-таки заплатила деньги. То есть я чуть-чуть что-то делала, что-то не делала, что-то писала, в группу я попала, которая у нас, мы все друг друга достойно, развалилась, поэтому часть делала, процентов, я думаю, на 30. То есть 30 дней в процентах 30. Что для тебя, какое задание для тебя стало таким самым каким-то классным, где ты получила какой-то для себя результат неожиданный, может быть? Ну вот, в связи с кем, с которым я и выиграла, то есть там задание было заработать не основной своей деятельностью, и на самом деле, я когда написала пост в Фейсбуке, то я не ожидала. Ты написала большой пост, давай расскажем. То есть у нас было задание заработать денег, я сказала людям, что иногда бывают такие моменты, когда мы перестаем себя верить, когда нам кажется, ну вот как-то мы не знаем, как выйти из зоны комфорта, не хотим, может быть, из нее выходить. И было такое задание, заработайте денег таким образом, которым вот вы необычно зарабатываете, да, вот представьте себе, что у вас нет сегодня вашей профессии, вашего дела, но вам очень сильно нужны деньги. И это задание как раз было очень крутым, потому что оно заставило людей, во-первых, увидеть, что оказывается можно зарабатывать деньги на самых разных вещах, да, у нас рецепты продавали, кто-то в сторис там выкладывал красивые коктейли, его спросили, а что это, где это, и она ответила, я тебе отвечу, только заплати мне за это деньги. То есть искали очень разные варианты, и это очень сильно пробуждало. Ты выполнила это задание следующим образом. Да, я выполнила это задание, мало того, я так... Расскажи, как ты это сделала, что ты сделала? У меня еще была цель заработать на консультацию с вами. Да. То есть я написала пост, что ребята, помогите, мне надо заработать, могу. Первое, второе, третье, то есть я написала там самого простого, там сплести косы, найти нужный контакт в сфере дизайна, там я написала, что могу познакомиться с кем угодно в сфере дизайна, могу просто найти в два рукопожатия. А ты сделала какой-то мастер-класс по макраме? Я сделала мастер-класс по макраме, да, потому что Лена давно просила, и я тут решила воспользоваться. Да, у нас подруга Лена Петреску пришла на этот мастер-класс, сказала, иду помогать девушке. Сколько ты на этом заработала? Ну, я заработала не на консультацию, но на вот... Ну, сколько денег ты заработала за это? 350 долларов. Ну, обалденно же. Ну, да. А что, вот это осознание того, что так можно зарабатывать деньги, тебя как вообще? Интересное ощущение, потому что я, допустим, думала делать бизнес-консультацию, но я думала, там, прописывала план, как показать людям, что это важно, нужно, а тут я просто написала, и люди сами ко мне обратились. Окей. Ну, собственно, что я тебе могу сказать? Давай, у тебя есть возможность задать один любой вопрос по бизнесу, если ты хочешь, или ты готова, потом мы можем сейчас это сделать. Но сейчас первый шаг – это оптимальная модель продаж. То есть тебе нужно на небольших бюджетах сконструировать вот эту свою вороночку. Так, как клиент нас увидит, как мы его зацепим, как мы его конвертнем, какими текстами мы его дожмем. И как только ты видишь, что срастается, все, берешь человека, начинаешь его этому обучать. И это вот такая первая машинка. И себя, себя изолировать. А сам уйди в контент-маркетинг. А в конце берешь, делаешь такой брелочек и даришь на дверку, говоришь, вашу новостройку. Да. Правда? Да. И брелочек дальше начинает продавать. Говоришь, смотри, смотри, какой классный мне сделали кухню вот этот мальчик. С чего начал Кирилл, это очень правильно. Ответить на вопрос, почему я. Да. Когда ты ответишь на этот вопрос, у тебя все остальное выстроится. У тебя будут правильные рекламные послания, потому что, когда у тебя правильное рекламное послание, то твоя реклама будет очень хорошо работать. Но контент в любом случае набирай. В любом случае набирай. Потому что есть и Инстаграм тот же самый. Да, опять-таки возвращаемся. Это тоже контентное. Вот я тебе могу сказать, что я сама по себе замеряю. Дает сумасшедшие результаты. То есть я катаю огромные посты, и это дает очень хорошую. То есть люди очень хорошо на тебе подогреваются. Свою аудиторию нужно любить, лелеять, подкармливать все время. И затем, когда ты ее где-то, в каком месте вырастешь, ты можешь водить за собой повсюду. То есть она уже дальше будет только размножаться и любить. Поэтому потихонечку начинай. Просто вот мы сейчас наговариваем тебе очень много, но у тебя есть свои ресурсы. Финансовые, временные, человеческие. Твоя задача все это переварить и составлять стратегию. Ты молодец. Ты однозначно вырос до то время, которое мы это согласны с этим. С тех пор, когда мы встретились, ты по-другому стал развиваться. Я думаю, что гораздо интереснее и понятнее, чем те 10 лет, которые ты провел просто в своей стройке. Но дальше просто нужен план без вот этого хаоса. Потому что мы очень часто включаемся во все и сразу. Ну и, естественно, через какое-то время начинаем гаснуть. Составь для себя этот план и начни действовать. Может быть, какие-то вещи, когда ты начнешь действовать, гипотеза не сработала. Ты увидишь, что это сложно, тебя все время на этом виснешь, у тебя не получается. Убирай это. Надо ставить всегда в бизнес то, что идет. То, с чем ты просыпаешься, ты кайфуешь, классно. И дальше начинаешь идти. Потому что простого все равно никакого пути нет. Кирилл, спасибо тебе огромное. Я думаю, это было крайне интересно. Ребята, обязательно у Кирилла есть YouTube-канал, правда? У тебя же тоже есть. Обязательно подпишитесь на канал Кирилла. Бизнес-канал, так называется. Мы оставим внизу ссылочку. Я думаю, что будет интересно, что посмотреть. Спасибо, что ты нам уделил время. Буду рад, буду рад. Спасибо большое. Я думаю, это было для тебя сегодня. Да, классно. Классно. И самое главное, ответь себе на вопрос, за счет чего я минимум удвоюсь за следующий год. Потому что я тебе вообще, тут я 100% говорю, что ты, ну, двоица, это просто, это очень легкая задача для тебя. Очень легкая. То есть это просто ты заблудился в трех соснах, если ты не сможешь этого сделать. Вот два раза лучше ставь планку даже три. И вот ищи, это твоя сейчас головоломка. Формула роста. Алгоритм действий по увеличению. Потому что как только ты увеличишься, у тебя появится бюджет на масштабирование. Деньги не вынимай из бизнеса, деньги оставляй, то есть оставь себе, оставляй себе резерв на эксперименты. Потому что ошибка, которую допускают собственники, вытягивает, значит, только начали зарабатывать. Класс, побежал там себе, там, квартиру, машина, все. Вот, а сам вот так сижу в бизнесе. Ты ему говоришь, давай, давай попробуем там новую, куда стратегию, трансмарк. Нет, нет денег, нет, все, я не могу ничего себе позволить. Почему вы доим свой бизнес? Не выдаивай, успеешь снять, вы нет деньги из бизнеса. Тоже еще надо рекомендовать. Все, на этом будем завершать. Спасибо большое. Тоже очень хорошая мысль все-таки. Я не знаю, ты у нас сделаешь, что хочешь, но все-таки сайт должен быть конверсионным. И даже если ты не будешь делать конверсионный, хочешь сделать какой-то там особенный сайт, то отдельный конверсионный сайт я бы тебе рекомендовала все-таки сделать. Потому что действительно наша задача генерить лидов. И дальше уже смотреть, если лид есть, учиться с ним работать каким-то образом, тестом и так далее. Потому что большой тяжелый сайт, это, конечно, круто, престижно, но, как правило, он мало как продает. Наша задача все-таки брать человека и с ним уже дальше учиться производить на него такое впечатление. Мы тогда говорили, что на квизе мы человека захватываем, а потом уже ему показываем основной сайт. Но вначале наша задача захватить его просто контакт. То есть у тебя две задачи есть. Первая — это захватить клиента. И второе — это научиться включать в ту эмоцию, которая позволит тебе продавать. Ну и самое главное — это все-таки не прогадать с целевой аудиторией. Если ты видишь, что опять приходят дешевые, и они начинают торговаться, это говорит о том, что ты что-то сделал не так. Ну, что это не та ЦАА. То есть тут вопрос не подстроится под эту ЦАА. Часто у людей какая проблема? Они взяли клиента и говорят, ой, ну сейчас у людей нет денег, ну сейчас продукт. Нет, вопрос не с продуктом. Вопрос с тем, что ты не того взял. Ты сейчас, это не твоя, просто не твой клиент. Тебе нужно, значит, как-то стратегию поменять, потому что эта стратегия приводит к тебе не тех клиентов. Значит, нужно подумать, что сделать дальше. Ты сказал в перерыве, я хотела просто этот момент обсудить, что ты делал или делаешь кухню для блогера. Расскажи об этом. Да, делал кухню для блогера. Ей очень понравилась девочка. Это была что за кухня? Большая, маленькая? Не, небольшая кухня, ну вот такого плана. Беленькая, в скандинавском стиле. И тебе это ничего не дало? Пришли от нее несколько клиентов, но бюджет, конечно, не тот. Цельвая аудитория не та, что... А она сама из состоятельных девушек? Ну, я думаю, что нет. Ну, то есть простая молодая семья. Ну, а как ты хочешь? Ты взял простого молодого блогера, на который подписаны простые молодые люди. И такие... Ну, ты хотя бы отбил это по заказчикам, которые получил от нее? Нет, ну я делал не бесплатно, я там сделал скидку, конечно. А, ну то есть, ну, видишь... Ну, ей надо было кухню. Да, ну вот просто я понял, что... Мы вот какую наживку бросаем, такую рыбку и вытаскиваем, да? То есть это надо понимать. Например, это как рекламный бюджет. Если у нас рекламный бюджет 100 долларов, то глупо ждать, что мы получим заказов на 10 тысяч. Да, ну мы можем в лучшем случае получить на тысячу баксов, да? Ну, я не совсем, ну, приблизительно понимаю. То же самое и здесь. Всегда говорим о том, что задача сделать, значит, кухню правильному клиенту. Здесь можно поговорить об этом с дизайнерами, например. Что ты говоришь, я готов сработать, сделать скидку, но с моментом того, что меня, ну, пропиарят, да? Ну, как бы меня будут показывать, я могу этот проект тоже вести и показывать. Это тоже хороший контент, мы тоже с тобой говорили, что хорошо снимать. Но если мы хотим работать с определенной ЦА, все-таки, вот, то наша задача такой ЦА и делать, да? И это показывать. Люди всегда смотрят, они говорят, а, Маша это надевает, ну, я это ношу, да? Петя у этого заказывает, ну, и я у него закажу. То есть тут важно настроиться и все-таки перейти на очень правильную целевую аудиторию, которой ты сможешь делать и качественный продукт, и при этом, ну, как бы зарабатывать на этом деньги. Поверь мне, я пока не слышала вот от своих дизайнеров, знакомых, за какую-то компанию, которую бы они однозначно сказали, что, Оля, вот они делают очень круто по такой цене. Нет, они говорят о том, что мы работаем с местными производителями, что 80% сегодня заказов стало местных. В отличие от того, что было несколько лет назад. Вот, и я честно скажу, что если бы я сегодня делала ремонт в квартире, я бы тоже не заказывала за такие баснословные деньги абсолютно все. Хотя я ни капельки не жалею, но просто сегодня немного другие доходы. Вот и все. У меня вопрос по стоимости. Смотрите, давайте разберем еще такой очень важный момент. Что включает в себя стоимость? Эконом-класс, он считает в себя комплектующие, да? Точно так же, как дешевые сайты. Когда мы говорим, например, о работе с чем-то сложным, мы не закладываем логистику. Хорошие компании закладывают логистику. И вот момент того, что закладываешь ли ты логистику или нет, потому что смотри, например, если у тебя, у тебя может быть разная цена, ну смотри, в зависимости от того, как ты будешь паковаться. Если ты, например, решишь паковаться с 3D-визуальным туром, там, ля-ля-ля-ля-та-па-ля, там, с какими-то штуками, то твоя цена, она в принципе и должна быть больше, ну, выше. Мне кажется, это для каких-то, ну, для более верхнего класса именно ценового. Хорошо, давайте без 3D-визуальных туров. Мне кажется, 3D это будет человека больше отпугивать. Он скажет, ну, они тут потратились на это 3D, да, и они на кухню, ну, как бы. Хорошо, смотри, давай все равно другой момент. Вот смотри, я бы на твоем месте, наверное, попробовала бы такую штуку. Я бы посчитала, сколько это стоит теоретически у твоих конкурентов и прибавила бы к этому еще хотя бы 20-30%. То есть я бы стоила выше, чем остальные. Во-первых, это будет более привлекательно для твоей целевой аудитории, если ты примешь решение работать с теми людьми, которые я говорю. Потому что когда я вижу, что цена какая-то, ну, сильно маленькая, я понимаю, что, скорее всего, это будет полное отсутствие сервиса, это будет какой-то говноменеджер. Может быть, какие-то комплектующие более дешевые взятые. Да, меня это будет пугать во всем, потому что цена, она не берется из ниоткуда. Для аудитории ЦА, например, вот, опять-таки, которая привыкла к итальянскому, для нее не будет проблемы заплатить тут дороже. Но она должна знать, что у нее есть решаемые следующие вопросы. Им не выносят мозг, у них нет вообще вопросов по строительству, по тем, кто это будет, что это будут грязные люди, что это будет не вовремя собрано. Потому что мы все эту реальность знаем, понимаешь? Мы же не в сказке живем, мы все прекрасно понимаем, с чем мы столкнемся. И, возможно, я бы заложила в эту стоимость и прописала бы это. Вот очень важные для клиента вещи. То, что это будет ему удобно, то, что это будет его менеджер там какой-то специальный, то, что это будут классные ребята. И обязательно бы, если бы работала на эту целевую аудиторию, я бы сделала фотосессию, где мальчики в униформе красивенько стоят, шумко. То есть повысила бы, дала бы дополнительную ценность людям. Вот у нас даже итальянскую мебель дома собирали. Просто обычные, ну, какие-то люди приехали. Знаешь, которых воняет от одежды. Да, да. То есть просто они в чем были там, в чем сами. Вот, если ты наденешь людей в свою фирменную форму, это не так дорого стоит, но это тебя выделить сразу очень круто. Понимаешь? То есть это момент того, что ты будешь стоить дороже, чем для обычных людей, но ты и не будешь для обычных людей. Понимаешь? Но ты будешь для тех, кто привык заказывать Италию, Германию, вот, ну, которые хотят посмотреть. Мы все смотрим на рынок. Я раньше покупала вещи детям исключительно итальянские. Сегодня я могу за 100 евро купить две пары шикарной обуви своим детям. Две пары за 100 евро. Я раньше за одну пару платила 500 долларов. А зачем мне сейчас платить, если конкуренция шикарная? Понимаешь? И люди уже до этого сейчас мы доходим. То есть это беда украинского рынка, я считаю, потому что мы как предприниматели, мы сильно недозарабатываем. Но это счастье украинского потребителя. Потому что мы можем получать очень качественные вещи. Поэтому подумай об этом. Потому что если ты здесь поставишь низкую стоимость, например, такую, как у твоего Васи, у которого нету ни бренда, ничего нету, то меня это как бы будет напрягать. Вот, собственно, и все. Он просто не будет отпугивать людей там сразу цифры, например, 100 тысяч гривен. Вот они видят, я думаю. Меня 100 тысяч гривен напряжет почему так дешево. Вот честно тебе скажу. Если ты пакуешься вот так, то соблюдай эту цифру. Хорошо, ну тогда, собственно, на чем мы заканчиваем? Ну, заканчиваем в том, что Антон опять уходит, и опять у него куча задач. Я предлагаю нам поддерживать с тобой связь. Да, мы заканчиваемся. Следующий у нас, когда ты будешь следующим разом, что-то у тебя произойдет, какой-то шаг, ты будешь готов. Я с удовольствием с тобой встречусь, да, и мы, в общем-то, посмотрим, как мы можем дальше себя втроить. Хорошо. Слушайте, ну, меня сегодня Антон очень порадовал, честно говоря. Я совершенно не представляла, что будет, что он принесет, что он сделает. Но мне очень нравится, что процесс того, что пошли улучшения, он очевиден. И то, что Антон пришел сейчас к моменту своего собственного бренда, и классной упаковочки, и, по крайней мере, работает над этим, и теперь это не просто мальчик, который делает кухню, а теперь это человек, который видит стратегию развития, который понимает, куда он хочет двигаться. Это очень круто, и мы обязательно будем с ним еще встречаться в динамике и смотреть, что происходит. Мне очень понравилась сегодня рекомендация Кирилла, которую он давал. Но я хочу ваше внимание обратить на то, что когда мы встречаемся с экспертами, которые рассказывают вам, делятся с вами чем-то, понимаете о том, что вам дается и выгружается огромный багаж различных гипотез того, что можно было бы сделать. И если вы маленький, вы не можете себе попросту позволить взять и делать все. У вас нету 100 человек персонала, у вас нету такого ресурса, как огромное количество времени, денег. Вы, по сути, похожи на аквалангиста, у которого за плечами есть какой-то определенный запас воздуха. У кого-то он больше, у кого-то он меньше. Но если вы не можете, знаете, как нефть перекачивать откуда-то, и вы знаете, что у вас есть 100 долларов, 100 тысяч долларов, миллион долларов, но у вас этот бюджет ограничен, то вы, соответственно, должны для себя выбирать очень правильные решения и думать над этим. Поэтому, когда вам даются гипотезы, обязательно перед тем, как начать что-то внедрять или думать над тем, что надо сделать все и сразу, уберите эту истерику и выберите, сосредоточьтесь на чем-то, что сейчас вы будете хорошо сделать. Даже одно классно сделанное действие уже даст вам результаты. Об этом я хочу, чтобы вы помнили, потому что, поскольку я не просто эксперт, а несу ответственность за наших героев, за наших участников, для меня очень важно, чтобы вы это понимали. И, Антон, сейчас я обращаюсь к тебе. Я тоже хочу, чтобы ты хорошенько все-таки подумал над тем, что ты будешь делать сейчас, и распределил это на определенные этапы, дабы в какой-то момент ты не понял, что у тебя закончился кислород, а ты начал делать все и сразу, и как бы результата никакого нет. Что я вам хочу сказать? Мы готовим очень много для вас, ребята, всего интересного. И, кстати, сегодня я попросила Кирилла Куницкого, эксперта нашего, сделать какой-то подарок за классный комментарий к этому выпуску. Мне безумно нравится все, что вы пишете. Я считаю, что вы самые офигенные зрители у меня, потому что вы пишете огромные комментарии, которые очень круто выделяют наш канал, потому что видно, что мы не покупаем комментарии, что нас смотрят классные люди. я вам за это благодарна. И Кирилл сказал мне, что я смогу выбрать тренинг, один из больших программ, которые у него есть, для того, чтобы подарить его за самый классный, качественный комментарий. И я решила не называть конкретно какой-то тренинг, а выбрать его под ту проблему, которая есть непосредственно у того человека, который оставит самый емкий комментарий. Что я хочу, чтобы вы написали? Конечно же, я хочу, чтобы вы написали, как вам вообще рост Антона, как вам то, как Антон сейчас упаковывается стратегически. Какие рекомендации, по вашему мнению, которые сегодня прозвучали в выпуске, будут для Антона наиболее подходящими вот именно сегодня, исходя из тех возможностей, которые он написал, которые у него сегодня есть. Когда вы пишете такие комментарии, вы делаете пользу себе, потому что вы учите свой мозг анализировать, вы учите свой мозг концентрироваться. И не просто что-то советовать, а советовать, исходя из той ситуации, которая есть. Помните, что у каждого, как в задачке, что-то есть, что-то было, кому-то куда-то надо добраться. И исходя из тех позиций, которые есть именно у вас, и необходимо двигаться. Это очень важно. Не забывайте, пожалуйста, о том, что у нас вы можете принимать участие в нашем шоу, что у нас под каждым выпуском есть ссылочка с анкетой, и вы можете заполнить эту анкету. С вами свяжется обязательно менеджер, обсудит все моменты, и вы можете так же, как и остальные участники, стать героем шоу и, собственно, получать свои результаты. У нас продолжают заходить новые участники, вы будете с ними знакомиться, возможно, уже с кем-то. Вы сейчас знакомитесь, не до конца понимаю, когда выходят выпуски, но в целом нового будет очень много. И у нас будет новогодний выпуск, в котором мы хотим собрать всех участников, которые принимали участие на протяжении вот этих первого и второго сезонов, для того, чтобы рассказать вам о том, как их дела, что у них происходит. И я, пользуясь случаем, еще раз лично хочу пригласить всех наших участников на нашу вечеринку. Наша Леночка должна отправить вам всем приглашение, и мы вас очень ждем, для того, чтобы не ругать вас, для того, чтобы не разбирать вас как-то, а для того, чтобы вы поделились просто, что происходит сейчас в вашей жизни. Мы здорово пообщались и, возможно, получили еще какой-то полезный, полезный и приятный для себя момент. На этом буду заканчивать выпуск. Спасибо вам огромное, что смотрите до конца. Пишите, пожалуйста, комментарии и обратную связь. Пожелания в отношении того, как бы вы хотели, чтобы развивалось наше шоу, это тоже для нас важно, потому что мы над этим работаем. Не забывайте подписываться на канал, не ленитесь, пожалуйста, ставить нам лайки, чтобы видели все, что вы нас смотрите. И не забывайте, что есть такой классный колокольчик с оповещениями для того, чтобы вы не могли пропустить ни один выпуск. Мы все-таки стараемся жестко войти в систему двух выпусков в неделю, по крайней мере, без новогодних каникул. Мы будем делать именно так. Так что смотрите нас, мы стараемся для вас. Ну и помните, что лучшее время – это сейчас. До встречи!